Ага. Давно я здесь не стоял. Давно не сам стоял тут. Перед тем, как буду свидетельствовать, хочу немножко такое вступление сделать. А приди до свидетельствовым иском да каже одно вступление? Каждый христианин, на самом деле, это не только тот, который читает Слово Божие и ходит в церковь. Всеки христианин, не и само тот, кто читает Слово, и ходит в церковь. Вы должны понять, что христианин это тот, который развивается все время. И поле развития очень большое. Об одном из них сегодня я хотел сказать. Это вера. Вера через молитву. Наверное, если я скажу, поднимите руки, кто получал ответы на свои молитвы, и тут не увижу лес рук, естественно. Но это как раз и есть наша тренировка. Вот представьте, что вы едете на машине, особенно по Варне. Представьте, что путаете со скула в Варне. Самая большая проблема – это пробки. Най-големия проблема с задръстванията. И парковка. И паркирането. Сразу все закивали, да? Веднага всички започнаха да кимат. А теперь используйте. Господь дал вам эту власть. А сега используйте Господь и дал ви тази власть. Я уже давно это практикую. Отдавно го практикувам. Я, когда выхожу, говорю, Господи, спасибо Тебе за это место, которое Ти мне дал. И всегда нахожу это место. Когато излизам, благодаря Господа за това, че съм намерил това място, и винаги го намирам. Был момент, когда я не молился, и круги давали с женой. Вот так вот. Имало е момент, когато не сме се молили, и така, като по кръг се върцахме, докато ни намерихме място. Господь у нас добры учитель. Естественно, каждый из нас заботится о своих детях. У моей жены старший сын учится в военноморском училище. Мы молимся за него. И вдруг получается, что он попадает в программу по обмену студентов. Выбор очень большой, вроде бы. Но не все институты принимают. И вот получилось так, что его принимает институт Барселоны. Мы сразу же собрались, поехали посмотреть, устроить все. Отсидохме, да погледнем, всичко да направим, да подготвим. Естественно, там про Бога говорим. Естественно, там говорим за Бог. И хотел бы я вам рассказать сейчас одно свидетельство, которое произошло на горе Тибидабо. И бих искал да ви кажа одно свидетельство, което съм получил на тази планина. Приезжаем мы туда, у нас в последний день, на следующий день должны были уезжать. Пристигаме там, това е последния день на прибиванието ни. Следващия день трябваше да заминаваме, обявени са порои. А Тибидабо это самая высокая часть Барселоны. А тази планина е най-високата част на Барселона. И мы только сели в этот автобус, смотрим, а вообще гор не видно. Туман. Когда мы приехали туда, можно первую снимку? Вот так все было видно. Я, конечно же, не знаю историю этой Тибидабо. Не знам тази история на тази планина. Камонзий момент. Но я, когда пришел и захожу, значит, в интернет, быстро читаю, потому что я люблю историю. Влизам в интернет, започвам да чета, понеже харесвам историята. И вдруг я слышу такой момент, что Тибидабо на испанском означает даю тебе. И чувствам, че Тибидабо означава на испански давам на теб. Это слова из Евангелия. Това са думите от Евангелието. Когда Сатана изкушает Господа. Когда Сатаната изкушава Господа. Он поставил его на крыло храма. Той го е поставил на крылото на храм. Он показывает ему все богатства, царства, мира. Погазва ему всички богатства и царства на света. Помните, он сказал, что все это дам тебе. Слышите ли се? Той е показал, всичко това ще ти дам. В 19 веке там стояла маленькая церквушка. През 19 век там имала една маленькая церква. И по узкой тропинке люди поднимались для того, чтобы там помолиться. Как часовенка. И по много тесен път хората са се качвали, за да се помолят там. Но в начале 20 века там... Са построили много хубаво здание. Очень красиво то, что... Скрада. Во-первых, можно вторую снимку. Вот так оно выглядит сейчас. А теперь представьте, что когда мы пришли и вот все в тумане... А сега се представите, когато сме пристегнали и всичко е в могла и нищо не се вижда. Как малако туман. И като мляко е моглата. Я с женой отошел и просто начал молиться. А с супругата ми утидах на страни и започнахме да се молим. Я говорю, Господи... Я сказавам, Господи... Ну, мы молимся за разные нужды. Ни се молим за различные нужды. Я говорю, Господи... Во имя Твое... Я сказавам, Господи... Пусть выйдет солнце и рассеется туман. Да излезе сланцето и да се рассее моглата. В течение трех минут вы видите такую картину. В течение то на три минути виждате тази картина. Естественно, это так на нас среагировало. Такое предчувствие Господа почувствовали. Естественно, така ни воздействах това и усетихме толкова голям присъствие на Господа. Че цялата Барселона... Вот видна стала до моря. Започната се вижда чак до морето. Когато сме попитали местните, те са казали, че е много рядък снимок това. Понеже самата могла се воздига над града. И има дим над града и не се вижда толкова чисто. Я еще раз убедил се о том, че Господь слышит молитвы наши. Още веднъж се убедих, че Господо чува нашите молитви. И даже на малейшие какие-то просьбы, И даже на най-малките молби, Той не дава отговор. На самом деле, верьте, молитесь и вы получите ответ. Вярвайте, молейте се и ще получите отговора. Да благословит Вас Господь. Да благослови Ви Господа. Спасибо. Благодаря.